Всем привет! Сегодня у нас в гостях очередной огромный Евангелион, но в этот раз у него есть ряд особенностей, выгодно отличающих его от других представителей. Итак, встречаем! R.A.H. Neo Evangelion 01 от Medicom Toy. Итак, начнем с коробки. При размерах робота 39,5 см, коробка всего 42 см в высоту. И что очень приятно, у нее есть открывающаяся дверка, что позволяет смотреть на фигурку, не доставая ее из коробки. Арт на коробке? Не особо интересный, но достаточно приятный. А вот стикеров на коробке два. Один это стикер лицензии, а второй стикер качества Medicom Toy. Ну что, открываем? Внутри первого блистера мы найдем саму фигурку, винтовку, нож, несколько сменных рук и три варианта синхронизационной капсулы, чтобы показать ее в разных степенях извлечения из робота. Второй блистер не такой полный и содержит только подставку и кабель питания. Но пора доставать фигурку из коробки. И начнем мы с самой показательной позы, приседа на одно колено. И как видите, поза удалась почти на ура. Почти, потому что пятая точка не касается ноги, а значит полного ощущения покоя или полного приседания нет. Но если в этой позе Еве дать винтовку, то будет смотреться очень даже хорошо. В общем, подвижность ног не идеальна, но в сравнении с другими вариантами все смотрится отлично. Пока Евангелион сидит на ногах, это хороший повод обратить внимание на синхронизационную капсулу. Как я и говорила, их три, причем все они полностью покрашены и с очень хорошей детализацией. Даже механизм установки капсулы тоже покрашен. Но вернемся к самой Еве. Как раз настал хороший момент рассказать о том, что это за фигурка. Вы, наверное, уже заметили, что черная зона под броней – это не набор деталей, как в большинстве фигурок, а своеобразный резиновый костюмчик. Так вот, это не фигурка, это кукла, которую одели в костюм Евангелиона. Медиком Той – это компания, специализирующаяся на куклах различных персонажей, а R.A.H. – серия кукол, посвященных аниме. Вообще, эта аббревиатура расшифровывается как Real Action Heroes, но некоторые фанаты заменяют A в названии на аниме. Ну а раз это кукла, то и подвижность у Евы 01 соответствующая, то бишь почти такая же, как у человека. Да и по сути в аниме сама Ева – это живое создание в броне, так что ничего удивительного в таком подходе к созданию фигурок нет. Кстати, ранее я упоминала, что Ева не может полностью сесть на одно колено, но это связано не с шарнирами. Все же кукла может согнуть ногу чуть больше, чем полностью. Проблема больше связана с резиновым костюмчиком. Этот самый костюмчик при сгибании любых частей тела натягивается и не дает движению продолжиться дальше. И, наверное, это единственный и существенный недостаток. Хотя именно благодаря костюмчику робот смотрится не как набор кусков пластика, а как полноценный и законченный Евангелион. Также немаловажную роль кукольный подход сыграл и при создании плечевой брони. В отличие от других производителей, медиком решили прикрепить все детали брони на резиновую основу костюма. А раз так, то и плечи буквально пришиты к нему. В итоге, как бы вы не вывернули руку, наплечник всегда будет возвращаться в исходное состояние. И немного о покраске. Основной цвет деталей является цветом пластика, из которого они сделаны. Но почти все линии швов и нужные зоны, а также некоторые потертости нанесены с очень хорошей точностью. Я бы сказала, что наиболее близким по качеству может стать только Ева 01 серии Робо Доу от Резеро. Все остальные представители сильно уступают в этом аспекте. Конечно же, это не уровень металл билда. Но мы же помним, что какими бы крутыми они не были в металл билд версии. Не очень похоже на то, что было в аниме. С общим обзором закончили? Пора бы переходить к подставке. Она, кстати, также больше кукольная, нежели фигурочная. И представляет собой гибкий, но достаточно жесткий штырь и захват, чтобы держать его за талию. Конечно же, захват достаточно прочный и надежный, чтобы мы могли не задумываться о подставке во время позиционирования. И, как видите, позы могут получиться просто шикарные. Но будьте осторожны с кабелем питания. Он сделан как резиновая трубка, так что заставить его зафиксировать положение будет очень непросто. В итоге мы имеем бесспорного фаворита на рынке гигантских фигурок. А благодаря черному резиновому костюмчику, Евангелион выглядит и ведет себя перед камерой очень реалистично, без выпячивания внутреннего пластика. Из минусов же можно назвать лишь небольшие ограничения на полное сгибание ног, связанные с этим же самым костюмчиком. И мягкий шланг кабеля питания, не позволяющий фиксировать себя в нужном положении. Ах да, еще забыла сказать про цену. Она не супер гигантская, но и не маленькая, как у большинства кукол от Медиком. Но если вы ищете гиганта на полку, то с уверенностью могу заявить, оно того стоит. На этом я, пожалуй, завершу свой обзор. Всем пока, до новых встреч!